Личные встречи с жителями позволяют главе муниципалитета не только досконально вникнуть в проблему, но и разделить эмоции и чувства людей. Представительницы деревни Корбова Нина Быченкова и Светлана Лень обеспокоены соседством с ЖК Горький парк. Они обратились в администрацию округа с просьбой разделить транспортные потоки деревни и жилого комплекса. Как выяснилось, работа в этом направлении ведется самая активная. На прошлой неделе с застройщиком мы уже встречались. Для вас это то, что ваше обращение сейчас находится по работе, и мы с застройщиком будем уточковать конкретно все решения, в том числе с учетом позиций жителей, которые есть на сегодняшний момент. Я считаю, что надо немножко еще дополнить ответ Сергея Анатольевича. Это для нас, скажем так, не первый прецедент, но мы то же самое проводили в Багданихе. И вопросы были сняты в тот момент, когда инициативная группа, там тоже староста, еще два человека, потому что всех же не приведешь, пришли, провели совещание. Там министерские подключались по ВКС, да, и там тоже спрямили дорогу. Она не по улице пошла, а обошла микрорайон справа. Главный плюс таких встреч – на них присутствуют представители администрации, курирующие вопросы, с которыми обращаются граждане. В данном конкретном случае местные жители уверены, в конструктивном диалоге и совместными усилиями можно найти определенный компромисс, который бы устраивал всех. Они вот на данный момент готовы нас приглашать на свои совещания. Мы надеемся, что мы все-таки сможем услышать то, что нам нужно и добиться. То есть они будут пересматривать свой проект, и нас не подсоединят к ЖК. С похожей проблемой обратились и жительницы деревни Белиутова, Лидия Сорокина и Галина Нилова. Недалеко ведется строительство, и они опасаются, что техника начнет ездить транзитом через деревню. На встрече их успокоили. Такого не произойдет ни в коем случае. У нас вся деревня переживает, потому что у нас транзит, у нас застройки вокруг, вся деревня переживает, и мы с этим боремся. И нам в этом очень помогает. Всего на территории горок Ленинских проживает более 12 тысяч жителей. А потому, чтобы держать руку на пульсе чаяний и проблем людей, поездки сюда на постоянной основе входят в рабочий график главы муниципалитета. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.